Всем привет! С вами Мария Георгия Короленко, компания Florellum Plants. И мы приехали в гости к одному из наших проектов. Вот сейчас мы стояли, вспоминали, когда его запускали. Посадка растений была 2 октября 2022 года. Сегодня сюда заселяли лягушек. Здесь хозяин ухаживает сам. Как мы видим, все прекрасно. Человек до этого не держал растения. Очень тщательно ко всему подходит. Из особенностей, которые хотелось показать, это первое, что здесь мы сделали, это использовали жирянки. На самом деле мы уже после этого сделали несколько проектов с ними. И они, как мы видим, в общем флорариуме живут прекрасно. Все остальное, в принципе, практически типично. Самой большой особенностью является то, что это встроенная конструкция в шкаф. И вокруг емкости сделана облицовка, которая снимается. То есть вот эти все части можно снять. И оборудование заходит сбоку. То есть здесь у нас располагается туманный генератор. Дальше все это заходит через верх, который... Давай. Там находятся светильники. Так, система опрыскивания уже была внизу. А система опрыскивания у нас живет вот здесь. То есть изначально все это так планировалось, просверливались все отверстия. Тут был тяжелый момент сопоставления отверстий и фитингов всех, чтобы сюда все ровненько зашло. Но в общем, в итоге мы справились. И те, кто делали мебель, тоже молодцы. Вот. Ну и туман заходит вот здесь вот, сзади. Ага. В принципе, все остальное типично. Это на пене. Тут есть небольшой водопад. Вот он. Из интересного, о чем сегодня хотелось бы побольше поговорить, это про животных. У нас все больше начинают об этом спрашивать. Собственно, сегодня сюда мы заселяли лягушек-дендробатисов. Это такие мелкие, яркие лягушки. Наверное, мы уже не найдем. К примеру, вот мы видим две штучки. Тенкториусы и вдобатиса энтами. Они бывают совершенно разных размеров. Это, наверное, самые простые животные для флорариумов, потому что они практически не требуют присутствия человека. Самое сложное – это их кормление. А так они яркие, красивые. Обычно, когда человек видит древолаза, он говорит, ой, это ядовитая лягушка из джунглей. Так вот, это животные, которые являются вторично ядовитыми. То есть они в природе едят ядовитых муравьев, всяких, ну, в основном ядовитых муравьев, всякую другую живность. И их яд уже впитывает в себя, и из-за этого становятся ядовитыми. Значит, самая сложная в террариумной живности – это кормление. Собственно, лягушки-дендробатисы обычно кормятся мухой-дрозофилой. Она бывает разная. В продаже обычно присутствуют меланогастер, хидея и хидея-голд. Перед нами стакан хидеи. Выглядит это вот так. То есть какая-то кормовая смесь. Есть куча рецептов самостоятельно, чтобы замешать. Мы пользуемся готовой смесью. Собственно, вот она. Это полностью сухая смесь. Она уже готова к употреблению. Тут берете по инструкции, разводится один к двум с водой, и через какое-то время у вас разводятся мушки в ней. Если будете ставить, можно нам написать. Мы расскажем подробно, как делается. Ну, и вот такой стакан. Вам их надо будет несколько штук. И в разные... Да, и еще нужны витамины обязательно для содержания животных. Хорошая фирма это Репаша, Никтон. Мы сейчас пользуемся отечественной фирмой. Это Кейт-Гекос, Амфивит. Ну, по сути, это... Это Дендрокер, но все, наверное, улучшенные, потому что содержание витамина D3 побольше. Витамины, правда, классные. Чем они хорошие? Значит, во-первых, можно кормить ими уже начиная с головастиков. Во-вторых, не надо отдельно добавлять витамин А, то есть это полностью комплексные витамины. Вы каждое кормление добавляете их к мухе и запускаете либо в террариум, либо делаете автокормушку. Вот, к примеру, здесь у нас есть автокормушка. Вот, стаканчик, видите, торчит. Это для тех, кому надо уезжать и кто не может регулярно кормить. Не знаю, о чем я говорила. В общем, хватит вам этого пузырька надолго. Очень мелкая фракция, и когда вы обваливаете муху, он хорошо к ней прилипает, поэтому меньше с нее осыпается на растения. Соответственно, если у вас остается белый след от других витаминов, то растениям от этого становится плохо. И надо обязательно промывать. Вот с этими витаминами такой проблемы меньше. На такой флорариум можно посадить примерно штук 30 разных лягушек, но если мы не говорим про разведение, а про содержание для души. Сейчас мы тоже занимаемся разведением лягушек. Многие виды уже можно купить у нас. Ну, собственно, все материалы, все растения, витамины и муху тоже можно приобрести у нас. Субтитры создавал DimaTorzok